Всем привет! Вы на канале Чудо-Огород. Коротко и ясно. И с вами Лариса. Давно уже закончилось тёплое, ласковое, плодородное лето. А некоторые овощи ещё продолжают радовать яркими красками и не менее ярким вкусом. Это перец острый. Морская звезда. Точнее сказать, остро-сладкий перец. С необычным запахом напоминает свежие фрукты или клубнику. Это остатки моего урожая, который решила засушить и собрать из этих плодов семена. Чтобы на следующее лето обязательно выращивать это неприхотливое и яркое растение снова. А сейчас расскажу о его выращивании и характеристике сорта. Начинаю сеять семена перца на рассаду в начале февраля. Семена прорастают быстро, уже на 8-10 день. И когда появляются 3-4 настоящих листочка, пикирую по отдельным ёмкостям. Так как перец не любит пересадку. И перевалка с комом земли это лучший вариант для посадки перца. У перца морская звезда рассада мощная, но изящная. Развивается быстро и уже в рассаде начинает зацветать, распространяя аромат фруктовой свежести. Веточки тонкие и длинные, а листья крупные, тёмно-зелёного цвета. Этот перец высокий, до 1 метра в открытом грунте. Думаю, если выращивать его в теплице, то он вырастет ещё повыше. Внизу под видео оставлю ссылку о выращивании этого чудо перца. От семян до спелости. Подробно и пошагово. Обязательно посмотрите. Также я рассказывала и показывала, как различить рассаду сладкого и горького перцев. О главных признаках отличия рассады перца, если приходится покупать её на рынке. Если это знать, то при покупке рассады вас будет трудно обмануть. Также посмотрите. Это интересно. Перец морская звезда – это теплолюбивое растение и не переносит заморозков. Если есть возможность выращивания в вазонах, то осенью можно доращивать в помещении, и он будет плодоносить долго. Если же он растёт в открытом грунте, снимаю плоды до наступления холодов. И храню в открытой ёмкости в сухом, тёмном месте. Это верхние полки в кухонном навесном шкафу. Перчик быстро подсыхает и становится очень лёгким. По мере надобности использую его в приготовлении блюд. А семена собираю в отдельный бумажный самодельный пакет, чтобы сохранить их до следующих посадок. Семена извлекаются легко и уже сухие. Так что дополнительная сушка не требуется. Для посадки на рассаду готовы и схожесть будут сохранять несколько лет. И, кстати, моё многолетнее наблюдение. Схожесть семян, собранных из своих выращенных плодов, намного выше, чем если вы купили семена в красивых упаковках, в садовых центрах. Итак, пройдёт немного времени и начнётся новый посадочный сезон и новый цикл выращивания. Оставайтесь на моём канале, будем выращивать вместе. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok